Если мы говорим про восстановление каких-то функций, тем более, если это функции мозга, то нам нужно две вещи. Первое – кровоснабжение, второе – адекватная нагрузка. Но не так просто ни то, ни другое, почему, собственно, приходится снимать вот это вот видео. Для того, чтобы был кровоток, нужно, в первую очередь, чтобы он был чистым. То есть, когда люди разными практиками, необязательно реабилитационными, разгоняют себе кровоток, они не понимают, что, если вы не почистили кишечник, то разогнанный кровоток из непочищенного кишечника в мозг несет то, чему там точно не место. Поэтому, если вы хотите работать с кровотоком, то первое – это вода, то есть, 2 литра в сутки и больше, это зимой, летом, разумеется, еще больше. И второе – это очистка кишечника. Ну, в первой части про реабилитацию я рассказывал, что конкретно нужно делать, не будем останавливаться. Еще раз акцентирую, что если вы продолжаете реабилитацию, то все, что сказано в первой части – это принципиально важно. То есть, мы продолжаем, как бы плюсуем к наработкам первой, не заменяем, плюсуем. Допустим, что с более-менее чистотой кишечника решили, то есть, там клетчатка, режим питания, чтобы стул обязательно вышел, там может быть клизмы, там еще какие-то вещи, ну, там по состоянию. С водой вы тоже решаете? База для кровотока есть. Хорошо. Теперь нам нужно непосредственно кровоток в голову, если мы говорим про инсульт, там детей, ДЦП, травмы или еще что-то. Острый период прошел, то есть, я говорю про реабилитацию, там, через месяц, через два, когда выписали из больницы, когда вы дома и не знаете, что делать. Начинаем. Первое – три валика. То есть, вы укладываете человека, ну, как в видео показано, в общем, смотрите видео три валика. Укладываем, начинаем вытягивать, за счет физиологического положения идет расслабление тела, уходит спазм, кровоснабжение улучшается. Почему мы начинаем именно с трех валиков? Потому что это очень мягкая техника. То есть, да, мы можем сразу, допустим, начать со струны, и с молодыми мы так и поступаем. То есть, мы через струну прям принудительно, достаточно сильно тянем, ну, опять же, через валики, но именно через струну еще. И мозги зачастую не справляются. Да, кровь более-менее чистая, да, кровоснабжение мозга усиливается, а мозги не готовы. Мозги не могут очень быстро менять свои настройки, там штука очень точная. Что бы ни происходило в теле, мозговой кровоток должен быть стабилен, это принцип. Соответственно, мозги его выполняют, и если мы слишком много им даем, они просто зажимают сосуды сами. Не костями, а просто изнутри, регуляция так работает. Поэтому три валика и струна, они должны применяться очень мягко, но каждый день, по два раза в день. То есть, за счет чистоты мы достигаем ускорения. Не за счет силы или мощности, а за счет именно чистоты. Ну, как и большинство того, что я даю. Воротник для длительной реабилитации применяется чуть меньше. Почему? Ну, опять же, по той же причине. То есть, очень категоричное вытяжение, очень много крови притекает. А если была какая-то большая травма или сосудистая катастрофа, мозги будут просто защищаться и правильно делают. Но воротник мы тоже применяем. Опять же, если нестабильность в шейных позвонках, если состояние не сильно тяжелое, наоборот, вроде силы, чувства, давай, давай быстрей, быстрей. Ну, почему нет? Воротник хорошая штука. Почистили кровь, усилили кровоснабжение и вот тут начинается самое сложное. Ну, какие только дисциплинарные меры я не применял к тем, кого реабилитирую. Почему? Потому что людям хочется побыстрее. Это достигается, на примере руки буду показывать. То есть, допустим, на руке небольшая спастика, нарушена координация, как результат хоть инсульта, хоть черепно-мозговой травмы, не суть. Будем считать, что позвоночник более-менее нормальный, то есть, позволяет стоять и ходить. Вот рука. Что делает человек? Он начинает, если только рука, он начинает идти вот так вот. То есть, он как бы руку стабилизирует, несет ее, а все остальное тело работает на руку. Да, я согласен, когда у тебя не работает рука, ты не можешь как-то вот так, подобным образом двигаться, как и должно вокруг позвоночника, совершая какие-то колебательные движения. Ты начинаешь совершать колебательные движения вокруг самого неподвижного участка тела. Что это дает для позвоночника? Колоссальную перегрузку. Вы не представляете, во сколько раз затраты физической вот этой энергии на ходьбу из-за вот такой вот походки, они возрастают. Вы думаете, затраты это проблема? Затраты это не проблема. У вас максимальная дистанция пропорционально уменьшится, вот эта проблема. То есть, человек мог проходить 5 километров, а теперь пройдет только километр. И сам не поймет этого. Почему? Потому что вначале он сидит на диване дома, потому что он, допустим, был лежачий, вот теперь он сел, и вот он начинает ходить, и ему кажется, что его возможности растут, а его возможности сокращаются. Потолок энергии примерно одинаков, и если я рационально все распределяю, то я иду, грубо говоря, 5 км, хотя могу и 10 и 15, почему нет. А вот из-за этого я могу уже пройти, допустим, в два раза меньше. Но если я руку, например, прижал, то есть все остальное я сохраняю. А если я вот так вот иду, то какие там 10 и 5, я говорю, километр. То есть очень резко сокращается дистанция, но люди узнают об этом тогда, когда выйдут на этот, допустим, километр. То есть сначала вот эта привычка закрепится, а потом с ней будем бороться. Поэтому, если, допустим, получается, что на раннем этапе приходят, ну, говорю, много дисциплины применять, чтобы ходили настолько прямо, насколько это возможно, настолько близко к нормальной физиологии, но я утрирую, конечно, что это все-таки больше маршевый шаг, настолько близко к нормальной физиологии, насколько это возможно. Не рушите вы свой потолок просто так. Или если вы рушите, тогда понимаете, да, я рушу свой потолок, потому что мне до хрена куда-то нужно спешить. А куда? К инвалидной коляске? Проблема в том, что, допустим, опять же, на примере руки, прижать ее тоже не выход, ведь прижать просто никто не прижмет. Сделают вот так вот плечико и вот так вот подогнуться, потому что так, опять же, быстрее. То есть обычно люди начинают обижаться, я, мол, типа, не специально. Я говорю, ну, разумеется, не специально. Не специально, а просто неправильная идея засела в голове, а тело ее раз и выполнило, а последствия разогревать просто вам. Вот и все. Так что я говорю специально, не специально, вот это не надо. Мы занимаемся по этапу. От спешки надо отказаться. И, ну, все же хотят побыстрее. Что тогда делать? Я говорю, мы работаем над качеством. У вас тело мощностью, ну, ватт 600. Любой электродвигатель мощнее. Но любая механическая какая-нибудь там шагомашина по пересеченке по горам ходить не может, а человек может. Любая машина плавать столько не может, а человек может. Там, не знаю, там ходить бегать не может, а человек может. За счет чего? А за счет взаима вот этого всего вот уравновешивания. То есть все вроде бы движется, но равнодействующая-то она, сила всего лишь толкает нас вперед. Хотя движется все. Но видео про походку будет отдельно потом. Эффективность за счет уравновешивания позвоночника ось. И вот, пожалуйста, коромысло. Не только вот так, но еще вот так, и вот так, и вот так, и много всякого по-разному. Главное, чтобы было равновесие. Равновесие основа вот этого тела, в котором мы живем. Если вы потеряете равновесие, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, в общем-то, все потеряете. Но не сразу. Поэтому, если говорить об идеях, то уравновешенность и та скорость, на которой вы можете это равновесие. Но как только вы чуть-чуть переходите за определенный барьер, а нащупать его можно за недельку буквально, вы за собой сразу же замечаете, что из более-менее равновешного вы переходите вот в такое. Вот это вот переходит вот в это вот, потом вот в это вот, а потом вот здесь вот спазмы на шее в первую очередь, хотя они дойдут и до груди, и до поясницы, это вопрос пара лет. Они перейдут, все там позажимают, весь кровоток прокатится в тартарары, а мы с этого начинали. Затраты будут идти на спазм, где спрашивается энергия, на реабилитацию, на восстановление, и это просто больно, а еще мотивацию очень сильно снижает. И в начале вы вроде бы типа, я сейчас быстро-быстро, а потом мотивация падает в такую же, что вылезти оттуда очень трудно. Ну ладно, в общем повторим, кровоток, равновесие и скорость та, которую вы можете. Дальше, в движениях самих, опять же, ну например, руки, да, главное это точность. Но точность должна иметь определенную точку отсчета, и в данном случае тут не точка, а плоскость таза, вертикаль позвоночника, ну плечи обычно перекашиваются. То есть, либо вы сидите на горизонтальной проверенной поверхности и держите спину, и только после этого пытаетесь что-то делать рукой. Либо вы стоите, опять же, ну более-менее ровно, опять же вертикально, и после этого пытаетесь что-то делать рукой. То есть, два момента. Ваша осанка важнее, чем то, что вы делаете руками, и точность ваших действий важнее, чем их сила или даже, чем их количество. То есть, как это обычно выглядит. Ну, например, инсультника, я вот помню мужчину одного. То есть, я ему речь такую прочитал, тогда еще на стационаре работал. Он так все понял, типа, проникся, клиника не больно тяжелая, но, типа, страшно, уже насмотрелся, давай работаем все. Вот он сидит, и он, ну там дали ему задание, буквально там на тумбочке стоит бутылка, и попасть в пробку. А у него вот так вот просто рука. И он вот так вот в нее попадает. Я говорю, нет, говорю, случайное касание не считается, ты должен попасть. Он потом обливается, пять минут тратит и касается, и говорит, все, я больше не могу. И так на меня смотрит, как будто он проигравший. Я говорю, слушай, да вот, на самом деле, ты наоборот, самое, ты вложился полностью в точность, твое тело это запомнит, мозги за ночь обработают, ты завтра другим человеком проснешься. Ну, у него не сильно была поврежденная, как бы, структура мозга. И он такой, ладно, хорошо, давай. И уходит отдыхать, короче, но он еще курил, но курить отменять нельзя, если уже инсульт случился. Так только стабилизировать. Ладно, в общем, завтра, на следующий день, он начинает и понимает, что у него из вот такого вот, оно вот-вот в такое вот, то есть вдвое уменьшилась атаксия. И он такой раз попадает, и раз так руку на вторую зону, я говорю, не, подожди, ты пот на себе видишь, такой, ну, типа, ну, я же могу, я говорю, подожди, сделал, все, молодец, на следующий день. Вот на следующий день он, да, действительно уже начинает как-то всем телом. То есть, если до этого он вот так делал, вот так, то теперь он как-то пытается, ну, как обычно, то есть много суставного движения, и потом уже не обливается. Вот, но это пример, на самом деле, то есть некоторые люди на каждый этап тратят по месяцу, не суть. Я говорю, ты понимаешь, насколько твои мозговые затраты по обсчету вот этих твоих движений, насколько они уменьшились, то есть ты оптимизировался? Он такой понял. Я говорю, так вот, нельзя уставать. Вообще нельзя уставать, это главный принцип реабилитации любой. Это не спортивная тренировка. Уставать нельзя. То есть, вы сделали правильно, точно, красиво, по основным вот этим принципам. Сделали, есть усталость, нет, нет усталости, сделали еще раз. Ну, если вы на один раз, допустим, делая устаете, ну, значит, придется уставать, хотя по возможности нужно из этого выйти. Можете два раза без усталости, сделайте два раза. Можете десять, сделайте десять. Но если вы сделаете двадцать и устанете, энергия нужна еще на формирование новых связей. Вообще они старые, но после травмы, сосудистой катастрофы связи рвутся и нейроны по отдельности не работают. Им нужны всякие сложные сети пространственные в голове. То есть, вы дали задание и часть сил сэкономили, ну, оставили себе, на то, чтобы эти связи формировались. Ведь ради этого, в конце концов, мы все это делаем, вот эта вся точность, упражнения, вот это вот все. И вот когда вот связи у вас формируются потихонечку, потихонечку, вот да, вы строите новый мозг. Ну, возвращаете старый, но по сути все равно строите новый. А для детей так действительно строите новый. Гипотоничные мышцы нуждаются в пассивном массаже. То есть, ну, вот на примере руки, то есть во всех степенях свободы для каждого конкретного сустава по несколько движений хотя бы пару раз в день. Вот, в принципе, даже лежа в постели больные уже могут вполне себе делать здоровой рукой, например. То есть, все суставы. То есть, опять же, если это рука, то есть и запястье, и локоть, и плечо. И вообще, в общем, все суставы повторяться не будут. Если это спастика, то вибрировать или бить спастику бесполезно. Потому что это, ну, сильное нарушение регуляции нейронов. Там вибрационный массаж не поможет, мало ли если. Не пытайтесь. Ну, или пытайтесь, но очень по чуть-чуть, потому что в большинстве случаев без толку. Спастику хорошо очень медленно в физиологично верной позе растягивать. Если это кисть, например, да, то есть очень медленно, потихоньку. Ну, я делаю за секунду, а кто-то это за минуту делает. Очень медленно растягивать и держать в растянутом состоянии. Опять же, следим за позой. Если вы полу лежите, значит, вы опираетесь лопатками. Если вы сидите, значит, сидите ровно. Если стоите, ну, стоя обычно кисть не делают. Ну, значит, ровно стоите. То есть растянули и держим в растянутом состоянии. Это тоже загрузка сенсорной информации, получается, ну, не суть, поврежденного полушария. Это очень долгая и кропотливая работа. Но без нее с пастикой бороться очень трудно, практически невозможно. Поэтому вот вы начинаете тянуть, там, рука такая, то есть потихонечку по пальцу, там, по руке. И начинаете тянуть, то есть, допустим, уже вдоль. Ну, сами разберетесь. В общем, медленно, очень медленно. Чем медленнее вы делаете, тем больше. Там же есть разные уровни этих рефлексов. То есть спинномозговые, там, на продолговатом мозге, на среднем, на коре. И как там эта структура пирамидальная порушена, да? Именно регуляции, вы не знаете. Поэтому вы делаете очень медленно и ждете, а вдруг оно ответит. И если оно ответит, прям расслабится. Иногда бывает, где-то 50 на 50. Я тяну, 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 раз и расслабилась. О, победа! Значит, какая-то группа нейронов ответственна за это, жива. А значит, она будет улучшаться. Если вы поторопитесь, вы вызовете только защиту резкую. Вот. Ну, что хорошего. Если даже группы нейронов живы, они уйдут в защиту. Вам это не надо, мне тоже. Поэтому очень медленно, все аккуратно растянули. И кто-то на это тратит несколько месяцев, а кто-то несколько дней. И вы начинаете понимать, что когда-то у вас рука все-таки расслабляется. С этого момента эмоции тоже включаются в работу. То есть, с эмоциями вашими придется работать. Спастика реагирует на эмоции. Чем больше эмоций, тем сильнее спастика. Потому что радость это прыгать, а страх это бежать или драться. И в любом случае тело активируется. Вам нужен такой слегка мякотный, такой расслабленный эмоциональный фон. И вот тогда вы действительно можете управлять тонусом. Вы сами это быстро заметите, если будете делать. В общем, начинаем следить за эмоциональным фоном, это важно. Если только вы получили ответ. Если вы ответ не получили, это все равно важно. Но не самое важное, можно пока отложить. Допустим, вы получили ответ управлять рукой еще немного рановато. Если у вас именно конкретно спастика, то постарайтесь. Следующим после основы и точности является сочетанность или содружественность. В общем, я еще не нашел название для этого термина. Короче, ручки вместе. И начинаем обучать мозги перекрестным связям. То есть, вот они, руки вместе. И вот мы начинаем. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И в общем все, что вы придумаете на эту тему, руки вместе. Причем достаточно точно сопоставлены, если вы обратили внимание. То есть, вниз, вверх. Если мы говорим про ребенка, то вообще как бы полностью по кругу. Если это маленький ребенок, так он вообще лежит на спине, а вы за него делаете. То есть, либо это в пассивном режиме, если рука в жесткой спастике, либо это в активном режиме. Но тогда руку обычно немножко так подтаскивают. Это не самое лучшее, но все-таки лучше, чем ничего. То есть, суть вот этих вот всех действий. Кстати, для маленьких детей можно также ноги сопоставить и тоже делать. Вот. Или у кого еще гибкость спины более-менее сохранилась. То есть, ложитесь на спину, стопы сопоставляете и тоже там сколько-нибудь двигаете. Мы объединяем чувствительные области, одинаковые. И загружаем их импульсацией. Мозги получают импульсы с двух сторон зеркальные. И если повреждено одно полушарие, как правило повреждено одно, то второе начинает его загружать импульсами типа, делай как я. Но если вы будете вот так вот пытаться делать, у вас вначале не получится. А вот если вот так вот, то получится. То есть, по одной стороне идут импульсы, что да, смотри-ка движение. Допустим, если мы говорим, например, что правая повреждена. Левая сторона, допустим, работает, и она правую загружает, что вот смотри, вот чувствуй, как я, и делай, как я. И плюс, если вы, конечно, обязательно следите за осей, иначе какой смысл? Если вы перекоситесь, вся информация будет кривая. Так вот, то есть, вот это вот делай, как я, позволяет активировать мозги и с краю к центру поврежденной области потихонечку, ну как сказать, ну нейроны работают группами. То есть, грубо говоря, это сеть, то есть сетка. Представьте, что на сетке разрыв, и вот вы с краев начинаете раз связали, раз ячейка сетки, раз еще ячейка сетки, раз еще. То есть, загружаете сенсорные и двигательные информации, и потихонечку сети нейронов снова соединяются. Разумеется, соединяются они не так богато, как раньше, если мы говорим про взрослых и про сосудистую катастрофу. А у детей просто эти связи заново формируются. По сути, первый раз в жизни, если мы говорим про ДЦПшника. Ну не суть. В общем, нервная сеть становится богаче, детализированнее. Нам нужно этот процесс обеспечивать. Дальше. После того, как вы сочетанные движения хоть сколько-нибудь освоили, то уже можно делать зеркальные. Но зеркальные сложнее, и вот на сочетанных лучше находиться достаточно долго. То есть, или сочетать. То есть, и эти делаете, и вот эти делаете. То есть, зеркальные это уже сложнее. То есть, допустим, опять же, правая рука типа повреждена. То есть, раз и раз. Не получается, да? Делаем вместе. Раз. Раз. То есть, по переменной самый сложный режим работы. Вот этот вот самый простой. Вот этот вот одновременный толчок. Он комбинированный. То есть, в норме это как выглядит? Если не сильно повреждены нейроны, то есть, не умерли, а просто были придушены там нарушенным кровотоком. То есть, вот они примерно активировались. Вот мы их вместе запускаем. То есть, две одинаковых зоны в полушарии. Вместе они друг друга поддерживают и стабилизируют. То есть, вместе их запускаем. И если вот это у вас получается, то попеременно это просто вопрос времени. Если вот это у вас не получается, тогда вы начинаете опять сочетанное-сочетанное. Там несколько дней поделали, попытались. Несколько дней поделали, попытались. Это я на больших движениях показываю. На микроуровне, то есть, допустим, на фалангах пальцев все то же самое. То есть, можно, допустим, вот, пожалуйста, вот эти. Вот эти. То есть, все то же самое. Если руки совсем не движутся, то все, то вот эти вот сочетанное делаются с внешней помощью. То есть, искусственно сопоставляются руки. Ну, то есть, вот, искусственно делаются вот эти все движения. В общем, будете делать, разберетесь сами. Я детали уже не объясняю. Не так там и много вариантов, на самом деле. И к тому же сильно зависит от человека. Обязательно нужна нагрузка на все тело. Если вы будете заниматься только рукой, ну, опять же, например, руки. Если вы будете заниматься только руками и не будете заниматься телом, ну, тяжело вам будет. То есть, перестаньте, как кишечника нуждается в движении, там, кровоток нуждается в движении. Опять же, остальные части мозга, мол, ну, давай мы поработаем не на вот это, а на нас. Поэтому из общей нагрузки, конечно, самая лучшая ходьба. Да, круто, если вы можете делать отвес, вы уже начинаете и спину тянуть, и как-то руку загружать. Спастика, кстати, позволяет, если она есть, она почти всегда есть. То есть, вы руку не чувствуете, но крючок для захвата турника обычно есть. Поэтому для всего тела. Тогда, когда вы смогли, так, как вы это смогли. Там, с костелями, с палками, с внешней помощью или на подвеске. Как-то там сейчас систему какой-то реабилитации запускает. Ну, в общем, подвешивает полностью, как, не знаю, как робота. То есть, вот здесь широченный нагрудник, и 4 петли, и прямо на раму сверху, и дорожка, и Диму. Вообще, дорожке, конечно, не добро. Идти надо своими ногами, но некоторые люди настолько тяжелые, что прям вообще не могут. Ну, хотя бы на дорожке. Неважно, вот вы стоите, примерно вертикально, и вот вы пытаетесь идти, но идете вы не туда, куда вам вздумалось, и не туда, куда вы придумали, или не туда, куда вам надо, и вообще никуда вы не идете. Вы идете ради тела. То есть, вы фиксируете колени, следите за стопами, потому что, как обычно, вот так вот аж ногу вывернут, вторая более-менее нормально, пытаются что-то там идти. Это не ходьба, это зло. Вы стараетесь настолько, насколько, ну, в базовом комплексе показано все это дело, и вот так вы идете, ну, вперед, разумеется. Еще раз повторяю, если мы ходим, то мы идем для тела, для восстановления. Мы не ходим куда-нибудь, и даже если вы идете на кухне за водой, или в туалет, либо вы идете для восстановления, либо вот эта привычка, она очень тонкая такая штука, то есть вроде бы я немножко поторопился, вроде чуть-чуть скривился, вроде немножко ускорился, я такой быстрый-быстрый-быстрый, только весь перекошенный, и опять зажала шею, а потом грудь, а потом поясницу. Момент очень тонкий, следите за собой сами, если, конечно, хотите результат. Объединить, скажем, волю, чувства, и может немножко эмоций, совсем чуть-чуть, как приправу, в то, чтобы ею управлять. Ну, допустим, человек вот с просонья, раз, сон хороший снился, да, все хорошо, опа, задвигалась рука. Что-то занервничал, засуетился, все, не подчиняется. Вот, или раз, так, не знаю, фильм какой-нибудь хороший смотришь, и вдруг раз, чувствуешь, я могу руку управлять, опа, и можешь, и потом опять не можешь. То есть, ищите комбинации, то есть, мозг большая, огромная машина, никто толком про него ничего не знает. Ищите комбинации эмоций, чувств, воли, вот всего вот этого вот подбирайте, потому что, если рука давала какие-то ответы, это еще не значит, что она начнет сама работать. Это вам до нее нужно достучаться, не ей до вас, а вам до нее. Ну, грубо говоря, хотя все это происходит в голове. Люди начинают делать, люди начинают понимать, что они вроде бы, как сказать, ну, тратят меньше, то есть, устают позже и такие, а где, мол, типа, большой прогресс? Нет, вот где? Вот я, видите ли, тут вот это делаю, вот это делаю, вот это делаю, а почему я там еще не хожу, там, пять километров не бегаю, два километра там, почему еще иногда, видите ли, у них почему, видите ли, рука дрожит, то есть, вот иногда она хорошо работает, а иногда она дрожит, типа, почему? Я говорю, а вы не оборзели? Ну, в смысле? Я говорю, ну, в кромысли на самом деле. Мозг поврежден сильно. Почему вы думаете, что если связь сформировалась, то она сформировалась так, как надо? Ведь синапс между нейронами требует веществ и требует энергии для своей работы, а еще это очень высокочастотная такая структура. То есть, усталости они подвергаются намного-намного больше, чем мы, пользователи, ну, можем представить. То есть, мы вообще так, ну, тело эксплуатируем, надо признаться. Я говорю, с чего вы решили, что это так быстро, как вы хотите, так качественно, как вы хотите, и где вы вообще столько взяли сил, чтобы это с себя требовать? Так вроде, вроде, а чего это так долго? Я говорю, короче, если вы заранее не будете смиряться. Я потом изменил тактику и сразу говорю, если вы не смиритесь с тем, что вот в этом состоянии вы останетесь навсегда, ну, в этом смысле, в лежачем-сидячем таком, в плохом состоянии. Я говорю, если вы с этим не смиритесь, то дальше мы с вами даже работать не будем. Вроде как жестоко. Я говорю, конечно, жестоко. Если вы будете себя насиловать эмоциональным вот это вот неудовлетворением от тела, то для тела это насилие, а вы тут видите ли, хозяева, сами себя. Я говорю, нет, внутренние процессы нам не подчиняются, мы только создаем условия. То есть, как посадили и как оно растет. Чего ему там этому росту вот этого процесса реабилитации, чего ему надо, каких-то микроэлементов ему не хватает там, каких может быть веществ, насколько там все повреждено. Ни одно МРТ не влезет. Вы понимаете, где миллиметр разрешения МРТ и где клеточный уровень? Во сколько раз надо влезть? Никто туда не лазит и в ближайшие еще лет 10 не залезет. И вы не имеете права ни строить ложных ожиданий, ни депреснячить, ни ускоряться. Почти ни на чем вы не имеете права. Если вы уже упали на уровень больших проблем с телом, то вы вынуждены играть по принципам тела. Самое простое понимание принципа тела это, говорю, посадили семечко и вот оно растет. И вот вы ухаживаете. Только посадили вы в себя, свои собственные клетки вырастите и сами за собой вот так вот ухаживаете, ухаживаете. Вот так вот к себе надо относиться. А если вы будете вот так вот или вот так вот к себе относиться, что я слышал, мол, тело работает, ну, ваше собственное тело может просто не выдержать. Потому что эмоции, я много этому посвящаю, эмоциональный ваш фон очень сильно влияет на кровоток, на гормоналку, на обменные процессы. Хотите вы в этом признаваться или нет? Если вам нужны результаты, вам придется. И лучше, если вы меня послушаете или кого-то еще, а не через негатив туда пойдете. Потому что тело у многих людей, то есть есть динамика, 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 раз динамики нет. Начинаем разбираться. Человек от себя много хочет, эмоции Г, жизнь Г, перспективы Г, все короче у него, видите ли, Г. Пару минут эмоциональной встряски, элементарным хотя бы вопросом, а вы не образели, сударь? И раз у него и перспективы есть, и цели есть, и тело молодец, и оказывается он замечает хорошее. Так вот, не будем повторять ошибку многих, как бы люди уже здоровьем позаплатили за этот урок. Старайтесь находиться в настоящем моменте, замечать пройденный путь и ставить цели на ближайшее время. То есть у вас должны быть большие такие маяки. Вот я там встану, побегу, в другую страну поеду, на какую-нибудь гору залезу. В Крыму, кстати, красиво, судя по фоткам. Но любые дальние ориентиры, это просто натуральные маяки. То есть там огонек, там огонек, а мы вот здесь плывем, волны в борт, то получается, то не получается. Вот на этих волнах люди раскачиваются и очень сильно за это переживают. Но как и любая лодка, если вы знаете, куда плыть, и вас еще не захлестнуло этой водой, то вы себе гребите потихонечку на веслах, упражнения выполняете каждый день, и все будет нормально. Или если вы хотите бросить и отдаться по течению, типа оно само заживет, я таких тоже много видел. Ну тогда вы сами узнаете, что из этого получится. Вот. А вообще успехов в занятиях!